Все меня слышат. То есть, если кто-то не слышит, во-первых, пишите в чат. О, отлично, появляется. Это значит, что вы, во-первых, слышите. Любой, да. Можно такой значок, можно так. Если будут возникать какие-то проблемы во время лекции, я держу просто микрофон, чтобы вам было лучше меня слышно. Если будут возникать какие-то проблемы, пишите. То есть, Габи мне там ответит в чат. Так как у вас очень много людей, очень бы хотелось с вами, вот честно, сейчас целый час лучше поговорить и узнать, откуда приехал, где он находится, что он делает, какие у него интересные мысли в голове и как он вообще проживает этот период. Но мы здесь собрались, конечно, немножечко для другой цели поговорить сегодня на профессиональную тему, которая называется «Думаем как дизайнеры». То есть, такое название. Но перед тем, как мы будем думать как дизайнеры, я несколько слов, друзья, про себя. Я надеюсь, видно то, что я сейчас показываю. Такая презентация. Габи, махни, что видно, да? Видно. Окей, отлично. Да, друзья, несколько слов про себя. Я вам расскажу. То есть, вы видите, то, что видите слева в углу, я не знаю, если мышку мою видно, вот это вот прекрасный, красивый город, про который было много песен спето, огней так много золотых на улицах Саратова. В общем, вот в этом вот прекрасном городе я родился. Мост, который, вы видите, когда-то был очень большой-большой, три с половиной километра, он до сих пор стоит, по нему тоже можно ездить, но уже есть намного больше мосты. Оттуда я приехал, и мы передвигаемся на картиночку, вот это на Алле. Кто не знает, что это за программа на Алле, ну, я думаю, все здесь знают. Кто не знает, вот, простите, Габи, она потом расскажет. Она тоже знает, что это за программа. Доведлось нам лет так в 15-16 уехать в Израиль. Это случилось в 97-м году, куда я переехал из Саратова, где я прошел на Алле. После на Алле увидят эта белая форма. Я ее одевал только один раз в своей службе. Это в военно-морской, в военно-морской, где я был в боевых частях, военно-морской службы, в израильской армии. Почему белая форма один раз? Потому что, ну, аппарадная, аппарадов ты слишком много не успеваешь в израильской армии побывать, скажем так. У меня есть несколько образований. У меня есть образование как в образе политологии, социологии, антропологии, как образование, так и в области ведения бизнеса. И вот тут, может быть, и есть причина, почему я нахожусь сегодня с вами. И на данный момент я представитель организации Joint. Все, я думаю, знают фонд Joint. Кто не знает, напишите, мы потом обязательно объясним. На территории Беларусь я нахожусь здесь последние полгода со всей своей семьей. До этого я в Израиле более 14 лет, 15 лет работал в государственном секторе. Я руководил департаментом по работе с репатриантами в муниципалитете Роматган. Рома сейчас с Роматганом, мне кажется. А также я занимался частной практикой, консультациями и развитием социально направленных бизнесов. Я и руководил бизнесами социальными, и развивал. И делал все это параллельно. Почему? Потому что, во-первых, это интересно. Во-вторых, в Израиле всегда есть такая, я думаю, не только в Израиле, в любой части мира есть такая интересная вещь, что люди гибридно, да, живут и делают очень много всего параллельно, да. Для того, чтобы было интересно. Поэтому занимались всякими такими вот интересными вещами развития социально направленного бизнеса. Что такое социально направленный бизнес? Обычно я начинаю спрашивать, так как у нас сейчас просто нету времени с вами говорить, что такое социально направленный бизнес, но это, в принципе, бизнес, которого нету цели заработать деньги, а это бизнес, который подразумевает то, что люди могут решать проблемы, которые есть в обществе, и тем самым зарабатывать деньги на то, чтобы этот бизнес работал. Я привожу пример, если вы будете в Израиле, в Израиле, предположим, есть очень много таких бизнесов. Это называется четвертый сектор, да, есть три сектора. Есть государственный сектор, есть инициатив, да, есть коммерческие, то есть бизнесы, есть сектор NGO, да, вот этих вот некоммерческих организаций, есть четвертый сектор. Это вот сектор социально направленных бизнесов, которые помогают людям решать проблемы, зарабатывать деньги. В Израиле, например, если вы пойдете в гора Хирия, Это такая гора между Рамадганом, Хулоном и Тель-Авивом, огромная гора мусора. Сегодня это называется парк Ариэля Шарона. Вот внутри, например, этой горы в 2008 году я открыл кафе для детей и трудных подростков, которое помогает и до сих пор, оно уже работает больше 10 лет, там подростки 3 дня в неделю работают по сменам, и остальное время они учатся. Если у меня была бы возможность, я бы сейчас, конечно, задал бы очень идиотский вопрос, на который у вас 100% у всех будет сразу ответ. А зачем нужно помогать этим бедным наркоманам и всяким этим трудным подросткам? И тут вы мне сейчас сказали бы очень интересные ответы. Ну как же, Алекс, надо помогать людям, их так жалко, они же растут рядом с твоими детьми, они же находятся в своих районах. И ребята, вы правы, но это все полная ерунда. Хорошо, вот эту вот вещь надо убрать в сторону. Когда мы говорим о социальных бизнесах, мы говорим о том, что, друзья, да, вы правы, нужно помогать этим детям. Но самое главное, что вы должны понимать, что если мы поможем этому ребенку, и я тут открываю маленькое окошечко и объясняю вам прям вот секундочку про социальную инициативу, что в Израиле один человек, который сидит в тюрьме, один, извиняюсь, что я про это никому не желаю, но если он сидит в тюрьме в Израиле в месяц, он обходится нам, налогоплательщикам, кто живет в Израиле и платит налоги, примерно 20 тысяч шекелей. Ну так, скинуть вам примерно 4-5 тысяч долларов, да, то есть один человек. Почему он сидит так дорого стоит? Потому что его надо охранять, его надо лечить, ему надо давать образование и так далее. Теперь возвращаемся к подросткам. Вы знаете, что люди не становятся бандитами или там не становятся социально неответственными в один прекрасный день. Обычно это начинается с того момента, когда они рождаются, находятся в том или ином каком-то ключе, вокруг них есть те или иные люди, и этих подростков нужно вернуть. Если мы с помощью вот этого вот кафе или с помощью другой инициативы возвращаем его в общество и в конце он призывается в армию, становится положительным гражданином, то мы делаем то, что в конце концов налогоплательщик будет платить меньше денег. Это вот тоже еще одно из направлений, как объяснить инициативу. Я вам не просто так сейчас поставил сзади вот этот бэкграунд, такой сзади у меня такая картиночка появилась, там называется «Твой район». «Твой район» — это на еврите слово «район» — это твоя идея. Это вот один из инициативных проектов, который работает благодаря LeMood Labs в Минске, который объединяет вокруг себя очень много разных еврейских организаций. Вот они сделали вот такую вот интересную инициативу, которая называется «Твой район» — это бизнес-социальный инкубатор. Но про это я вам расскажу потом, это у нас не самое главное, как говорится, сейчас направление. Потом, если захотите послушать, какая инициатива работает, в Минске работает, вообще в Беларуси работает немало инициатив. Я почитал, что бывает в других регионах, очень интересные. Но давайте сегодня поговорим о главной основной теме, которая называется «Думаем как дизайнеры». Для этого вам, кстати, надо будет, чтобы у вас был какой-нибудь листочек и ручка, потому что будут какие-то вещи, которые вы, может быть, будете писать, а также мы попробуем сделать какие-нибудь занятия, чтобы вам было интересно. Если у вас есть вопросы, смотрите, мне не мешает, можете смело включить микрофон, искать «Алекс, тормози, нужно понять что-то». Но лучше, если у вас есть вопросы, пишите их в чат, или я вам обещаю, что у вас в конце будет время, когда мы сможем с вами пообщаться, и я постараюсь ответить на все вопросы, которые только у вас есть. Я буду прыгать между разными нашими презентациями. Окей, это наша первая презентация. Видно, да? Всем видно, написано «Design Thinking», да? Думаем как дизайнеры. Окей, друзья, а я вас всех не вижу, я так вижу Габи, поэтому он мне будет махать головой и говорить, что думают другие, если что. Смотрите, очень простой вопрос. Думаем как дизайнеры. Сегодня я не буду вас учить быть дизайнером. Я сам вообще не дизайнер, честно могу вам сказать. Я не буду вас обучать и говорить, как придумать велосипед или что-либо. Мы сегодня будем говорить о дизайнерском подходе. Вот если я вас сейчас попрошу взять, вот у меня сейчас здесь стоит стакан, да, уже пустой, кофе выпито, стоит стакан. Если я вас сейчас попрошу и скажу, друзья, вам нужно изобрести стакан, что вам надо для этого сделать? Я знаю, что многие из вас просто-напросто пойдут и начнут изобретать стакан, да, то есть скажут, ну что, стакан взяли, налили. Но многие начнут, если сказать дизайнеру, изобретите стакан, то дизайнер спросит очень первый вопрос, который он скажет, а кому этот стакан нужен? Вот кто будет пить из этого стакана? Из этого стакана будет пить мужчина, женщина, этот стакан для горячей воды, этот стакан для холодной воды, этот стакан, который вы хотите поставить в машине, когда вы едете, этот стакан вы хотите, я не знаю, поставить его красиво на полку. Или, например, сейчас из-за коронавируса в Китае одноразовые стаканы делают, я не знаю, если вы видали, вот такими вот треугольными, чтобы люди не могли второй раз использовать. То есть он его попил и сразу должен выбросить мусорку, потому что этот стакан сразу упадет. То есть кто будет этим пользоваться стаканом? То же самое дизайнерский подход. Это, во-первых, то направление, которое говорит, окей, у вас есть инициатива. Вот через неделю вам Габи сказала, открывается конкурс инициатив LeMood Labs, где вы сможете свою инициативу подать. Окей, здорово, мы сейчас хотим подать инициативу, но давайте подумаем, кому эта инициатива нужна и зачем она существует. И об этом, в принципе, и говорит дизайнерский подход, который был разработан. То, что нас сегодня ожидает… А, о, здесь небольшое отступление, неважно вам сказать несколько слов. Друзья, я дисграф. Что такое дисграф? Я это всем всегда говорю. Я здоров, все нормально. Но что такое дисграф? Это тот человек, который пишет с ошибками на всех языках. Я успел в своей жизни, как вы уже понимаете, по возрасту поучиться в советской школе. В России я уже заканчивал 10 классов, но до пятого класса я учился в советской школе. И все пять классов, которые я учился, например, в советской школе и дальше, я отучился благодаря моей маме и папе, которые постоянно что-то в школу приносили. Почему? Потому что я не умел писать. Надо мной всегда, грубо говоря, издевались. Но до сих пор я помню «жи-ши-пи-ши-си», не там, когда глаголы. Все правила, я помню до сих пор, они мне ночью снятся. По одной причине, что пытались мне вдолбить, но ничего не получилось. Когда приехал в Израиль, в Израиле сделали такое небольшое, скажем, исследование меня. На русском это звучит ужасно. И проверили, сказали, ты дисграф. Дисграф — это человек, который пишет с ошибками на всех языках. И, например, в Израиле как это с этим... Не то, что борется, а как в этом помогает. В школах и в университете я, например, писал на компьютере. В компьютере. К чему я вам это говорю? Вы уже наверняка видите очень много ошибок. Я хочу, чтобы ваши эти ошибки не смущали. Я не... То есть я сто процентов, наверное, делаю непрофессионально. Надо было отослать кому-то, чтобы кто-нибудь проверил. Но, с другой стороны, это то, что есть. Я люблю, как говорится, более реально в жизни так... Ну, то, что есть, как говорится, это правда. Это не мешает, кстати, жизни, когда ты пишешь с ошибками на разных языках. Следующее. Значит, то, что мы с вами будем говорить, мы с вами сегодня поговорим о знакомстве с моделью. Вообще, как устроена эта модель, которая называется дизайнерский подход? Я уже забегаю вам и говорю, что многие из вас эту модель используют в жизни постоянно, с того момента, как вы родились. Поэтому многих сегодня вы просто скажете, опа, классно, сегодня любую вещь, которую я в жизни хочу инициировать, делать, продвигать, я, в принципе, уже делаю через эту модель. А некоторые из вас узнают какие-то новые шаги и начнут задумываться более качественно продвигать свою идею. То есть идея, она состоит из вдохновения, определения проблемы, рождения идеи, реализации. К сожалению, мы не сможем с вами поиграть в прекрасную игру, которая называется Marshmallow Challenge. Но я вам покажу небольшой ролик, который вы сможете поговорить и подведем итоги. Давайте дальше. То, что я вам сейчас хочу показать, это фильм небольшой, 7 минут. Очень важно, когда вы сейчас будете его смотреть, он очень важный, этот ролик. Я советую вам, во-первых, он на английском, но внизу он будет переводиться на русский язык. Мне важно вам показать, что все ролики, которые я буду вам показывать, они все находятся в доступе в интернете. Что это значит, что они находятся в интернете? Это значит, что вы всегда можете их использовать. То есть сегодня технологии для развития вот этих вот социальных инициатив, они все находятся в свободном доступе и нету проблемы вообще зайти посмотреть. Ролик очень интересный. У меня к вам большая просьба, когда вы сейчас будете смотреть, для себя запишите, вот что вы увидали. Как работают ребята, как работает эта команда, как они разрабатывают. Что вот вам понравилось, и потом, может быть, даже, вы знаете, попробуйте это, если вам не трудно, вы можете даже, ну, это, наверное, будет трудно. Потом дадим несколько минут, и вы напишите в чате то, что вы думаете, да, вот что вы с этого ролика выучили для себя. Просто извиняюсь, но говорите, если мы начнем каждому давать, мы просто сегодня не закончим. Габи, скажи только, если есть звук. Нету. Хорошо, секундочку, друзья. Сейчас, секундочку. Делаем вторую попыточку. Сейчас есть звук. Габи, включи, скажи микрофон. Ой, не то включилось, какой-то фильм про фортизанов. Субтитры сделал DimaTorzok We went to IDEO, the product design folk, and said, take something old and familiar, like, say, the shopping cart, and completely redesign it for us in just five days. Секундочку, секундочку, я очень сильно извиняюсь, я попробую перевести субтитры на русский язык. Субтитры сделал DimaTorzok Nine in the morning, day one, and these people have a deadline to meet. So, welcome to the kickoff of the shopping cart project. This is Palo Alto, California, in the heart of Silicon Valley, and these are designers at IDEO, probably the most influential product development firm in the world. IDEO has designed everything from high-tech medical equipment to the 25-foot mechanical whale in the movie Free Willy, and the first computer mouse for Apple, Smith ski goggles, Nike sunglasses, NEC computer screens, hundreds of products we take for granted. The point is that we're not actually experts at any given area. You know, we're kind of experts on the process of how you design stuff. So, we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, you know, a chair. It's all the same to us. We, like, want to figure out how to innovate in, by using our process, applying it. Project leader is Peter Skillman, a 35-year-old Stanford engineer. Project leader because he's good with groups, not because of seniority. He's only been at IDEO for six years. The rest of the team is eclectic, but that's typical here. Whitney Mortimer, Harvard MBA. Peter Coughlin, linguist. Tom Kelly, Dave's brother, marketing expert. Jane Fulton Suri, psychologist. Alex Kazaks, 26, a biology major, who's turned down medical school three times because he's having too much fun at IDEO. Safety emerges early as an important issue. 22,000 child injuries a year, which is, and so they're hospitalized injuries. I mean, there are many others. And theft. It turns out a lot of carts are stolen. As the team works, it becomes clear there are no titles here, no permanent assignments. The other side says, gives us a lot of help, says, be safe. I'll give you a big red ball on a post, and that says, you're a big guy. If you've got a ball, you're a senior vice president. You know, what do I get? The desk, the red ball, it's all the same. In a very innovative culture, you can't have a kind of hierarchy of, here's the boss, the next person down, the next person down, the next person down, because it's impossible that the boss is the one who's had the insightful experience with shopping carts. It's just not possible. The team splits into groups to find out firsthand what the people who use, make, and repair shopping carts really think. Okay, go. The problem with the plastic cart is the wind catches it. Yeah. And these things have been clocked at 35 across the parking lot. Man, that's actually a pretty good point. The trick is to find these real experts so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it in the normal way and trying to learn about it yourself. From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned. One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places. 3.30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up. Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour, traveling through a parking lot in the wind. We were in the store, what, two hours? And it was truly frightening just to see the kind of stuff going on. You ought to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented. After nine straight hours, the team is tired. They call it a day. So, uh... Everybody cool? Well, uh, that's great. Thanks a lot. We had a great time today. Thank you. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others. That's the hardest thing for people to do, is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell. The ideas pour out and are posted on the walls. Oh, the blind, the privacy blind. Like when you're buying six cases of condoms, you know, and if it doesn't nest, we don't have a solution. Organized chaos. It's not organized. What it is, is it's focused chaos. Vote with your post-it, not with an idea that's cool, but with an idea that's cool and buildable. If it's too far out there and it can't be built in a day, then I don't think we should vote on it. Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius. Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius. If anything sums up IDEO's approach, that is it. Worried that the team is drifting, what can only be called a group of self-appointed adults under Dave Kelly holds an informal side session. Four or five teams, four or five teams, and we give each team a need area. It becomes very autocratic for a very short period of time in defining what things people are going to work on. If you don't work under time constraints, you could never get anything done because it's a messy process. It can go on forever. Back at the shop, it is six o'clock. The four mock-ups are ready for showing. Baskets also can be, if you think you will have more volume, baskets can be put in. A modular shopping cart you pile handbaskets onto. A high-tech cart that gets you through the traffic jam at checkout. You could mount a scanner on the shopping cart so that you as the customer, as you pull it off the shelf, would scan each item. One that's built around child safety. And another that lets shoppers talk to the supermarket staff remotely. Yeah, where can I find a yogurt? But the adults, again, decide more work needs to be done before the mock-ups can be combined into one last prototype. Why don't we have all the carts come up here for a second? I think you take a piece of each one of these ideas and kind of back it off a little bit and then put it in the design. The design is still not there. But there's another motto at IDO, fail often in order to succeed sooner. And some of the team will be up half the night trying to put together a design that finally does work. There it is! There it is! So we took the best elements out of each prototype. The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. What do you think? Well, I'm very proud of the team. I think it's great. Does this work for you? Works for me great. It's also beautiful. The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way. The bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here. At first, I was a little shocked. But I think you have some fantastic ideas here. It needs a little refining, but I think that it's great. I mean, we would want them. She also gave us some really good comments about how we can make this thing better. A lot of hours. Also, an open mind. A boss who demands fresh ideas be quirky and clash with his. A belief that chaos can be constructive and teamwork. A great deal of teamwork. And these are the recipe for how innovation takes place. This is Jack Smith for Nightlife. Вы меня слышите? Видите сейчас? Все нормально? Мы вернулись все, да? Давайте сейчас дадим две минутки. Возьмите у себя в чате. Напишите, что вы берете с этого фильма. Дайте какую-то рефлекцию. Что вы берете с этого ролика, который вы посмотрели? Давайте, напишите в чате, чтобы можно было посмотреть. Просто берите и пишите свободно в чате всем, чтобы все видали, что вы с этого ролика увидали, научились, вам понравилось. Сумасшедшие идеи, отличные идеи, рождаются из самых сумасшедших идей. Отлично. Любая идея имеет право на существование, как это оплачивать. Оплачивать, да. Отличная идея – это комбинация нескольких хороших. Участники группы не являются экспертами, 100%. Основная задача – лидер объединять команду. Все правильно. Нужно соблюдать правила, нужно искать специалистов среди людей, которые непосредственно работают с чем-либо. Группа разных специалистов знакома с условиями идеи, без критики, голосования. Отлично. Вы потом сможете почитать, то есть продолжать писать. Большое вам спасибо, во-первых, за обратную связь, которую вы дали, то есть понимать, что мы находимся все в том направлении. Как вы видите, этот фильм как раз и показывает, что такое дизайнерский подход к реализации любой идеи. Еще раз, я, может быть, вернусь. Вы видите, да, то есть ребята получили задание. Они не эксперты в этой области, они ни черта не понимают, но они сделали очень много важных шагов. Если вы хотите инициировать какую-то идею, перед тем, как вы начинаете ее продвигать, писать, делать, идите вообще и проверьте, посмотрите то, что называется в поле, да, к своим клиентам. Посмотрите, насколько они вообще нуждаются в этой идее. То, что вы видали, ребята, для того, чтобы выяснить вообще, в каком направлении им лучше разрабатывать эту тележку, они пошли в магазин. В магазине они общались, вы видали, у них было много клиентов, да. У них был кто клиент? У них были и люди, которые покупатели, и работники магазинов, и маленькие дети, и люди, которые, не знаю, привозят какой-то товар и развозят по полкам. То есть у них было очень много клиентов, и они осмотрели их. Поэтому, если вы хотите инициировать какую-то идею, идите посмотрите, как себя ведут ваши, то, что называется, непосредственные клиенты. Давайте я потихонечку буду возвращаться к нашей презентации. Остальное, 100%, это работа, да. Работа в группе, это, наверное, одна из очень важнейших факторов для реализации любой инициативы. Это понимать, как мы работаем в конце концов в группе. Надеюсь, что вы увидите продолжение презентации. Любую вашу идею, которую вы видите, это, конечно, не осуждать. Работать в команде, понимать, как там принимается решение. Не осуждать, это очень важно. Мы об этом всем с вами сегодня будем говорить. И попробуем разработать, разобрать этот фильм, который вы видали, по кусочкам, по этапам. То, что вы видите перед собой, самое первое начало вообще любой, любой идеи, которая у вас есть. А мы говорим про инновационные идеи. Тут важно понять, что такое инновационные идеи. Есть идеи, которая не инновационная, а, грубо говоря, как говорят в простонародье, да, кулибин что-то изобрел. Сидит человек дома и сам изобретает. Мы не говорим про это. Мы говорим про идеи, которые уже, может быть, существуют. Вот я смотрел ваши идеи, которые работают у вас в городах, в странах. Там, предположим, клубы что, где, когда призывать новых подростков. Или там Лава, которая работает в Питере. И много разных проектов, которые работают в Украине. Эти проекты существуют, но вы делаете какую-то адаптацию, инновацию. Любой свой проект очень важно понимать и попробовать проверить. Вот вы видите, в середине есть такая точка. Поставить между этими кругами вашу идею. Вот если я сейчас ставлю туда идею и говорю, могут ли расти елочки на... Что? Что-то плохо слышно? Кто-то включился? Не, нормально, Габи? Окей, то я буду продолжать. Надеюсь, все нормально. Значит, если мы ставим нашу идею в середине и говорим, елочки на Марсе. Давайте выращивать елочки на Марсе. Если я вас сейчас спросил, есть ли жизнеспособность этой идеи. То есть будет ли вообще кто-то, кто захочет эту идею, эти елочки потом покупать с Марса. Ну, трудный вопрос. Может быть, и найдутся такие, да? Способы осуществления. Есть ли такие способы осуществления? Но если вы, конечно, не Илон Маск, который, может быть, может долететь до Марса, может быть, да? То, в принципе, нету способа осуществления. Есть ли в этом необходимость? Ну, пока нет такой необходимости. Елочки хорошо растут на Земле. Поэтому ваша идея сильно не пройдет. То есть у вас не дизайнерский. То есть дизайнерский подход позволяет вам понять. Но если вы берете свою сейчас идею и говорите, например, я хочу организовать кафе для трудных подростков, в котором они будут работать, и после этого они еще будут где-то учиться. Есть ли жизнеспособность? Будет ли кто-то этим пользоваться? Да. Есть ли способы осуществления? Да. Есть ли в этом необходимость? Вот это надо проверить, и, скорее всего, в этом есть какая-то определенная необходимость. Окей, мы передвигаемся дальше. Я только не вижу ничьи лица. Хорошо, передвигаемся дальше. Процесс мыслим как дизайнер. Вы видите, сам процесс, он построен тем, что он начинается, как вот вы видите, я не знаю, если вы видите меня на экране вместе с этим процессом, то он начинается такое как бы вдохновение, идет, скажем так, расширение, потом идет рождение идеи, потом идет реализация. Вот реализация – это как раз завершение. Мы сейчас будем с вами рассматривать все три этапа. В этой жизни все делится на три этапа. То есть, извиняюсь за пример, во имя Отца, Сына и Святого Духа, в израильской армии все делится на три вещи, тоже там было у нас три про Отца, и все остальное делится на три части. То же самое здесь. Процесс мыслим как дизайнера делится на три части. Есть вдохновение, есть рождение, есть реализация. Давайте поговорим про вдохновение. Вдохновение – это самая важная часть. То есть вам вот говорит, приходит сейчас Габи, и говорит, ребята, на следующей неделе вы можете подавать на наш грант, предположим, заявки. И у вас сразу начинают появляться в голове всякие интересные новости. Ну что теперь делать, да? Какие задачи перед собой поставить? И к этому вопросу приходим процесс мыслим как дизайнера. Вообще самое главное – это определение. Определение проблемы, которую вы хотите решить. Друзья, вы видите сейчас эти лысые головы? Видите лысые головы? Я думаю, что да. Видели лысые головы? Нет? Габи, все видели лысые головы? Видят. Отлично. Да, да. Все видели лысые головы? Попробуйте сейчас, напишите в чате, что это для вас эти лысые головы. Молитва еврейская делится на три части. Правильно, Маша. Видите, все в этой жизни делится на три части. Маша, пиши всем, не пиши только мне, пиши всем. Что вы видели сейчас по поводу трех вот этих голов? Что они вам напомнили? Напишите в чате. Матрица. Что еще? Народ, пишите все, что вы думаете. Матрица. Кто-то кроме матрицы, кто-то еще что-то увидал. Ну, голова была, три. Шампунь на волосы. Они не смогли сходить в парикмахерскую. Правильно, да, коронавирус. Не выжили. Пустота, шампунь. Да, вы пишите всякие идеи. Вот. Очень важная вещь, которую вы сейчас увидали, это вы увидали три головы. Окей, давайте теперь вернемся к этой презентации. И отлично, пишите дальше, а я возвращаюсь к нашей великой презентации. И значит так. Вы видите, это три головы наблюдения. То, что называется первый этап, это интерпретация. Вот вы пришли сейчас со своей идеей, и вы говорите. Я хочу осуществить новую идею, открыть кафе для трудных подростков у себя в городе. Здорово. У вас есть идея. Но кто сказал то, что вы видите, что вот эта вот нужда, которая существует, она та же нужда, как видят и ваши клиенты. И здесь очень важно это делать наблюдение. Потому что когда я сейчас схожу и смотрю дизайнерская проблема, то вы видите, что один видит стиль, другой видит солдата, а третий видит выжившего. То есть каждый из нас на одну и ту же проблему, в которой он думает, что есть проблема, люди думают и смотрят по-разному. Поэтому первая, самая важная, самая важная часть дизайнерского подхода или реализации любой вашей инициативы в городе, какой бы вы ни хотели. Хотите открыть клуб для подростков, хотите собрать пенсионеров. Надо вообще понимать, что все, как говорится, находятся на одной теме. Все понимают, что ту проблему, которую вы хотите определить, она и есть вся проблема. Как делается дизайнерский подход или как делается определение? Как делается вот эта вот стадия интерпретации? Есть несколько советов. Первое – это действия. Что люди делают? Очень важно пойти посмотреть, что делают люди. Если вы помните, когда они собирали тележку, им сказали, сделайте тележку, они пошли проверить, как себя ведут люди. Они пошли посмотреть в магазине, важно ли людям посадить, не знаю, безопасно. Что там происходит с детьми? То есть они пошли посмотреть, как себя ведут люди. Если вы возьмете сейчас и засунете свой прекрасный смартфон в джинсы, которым 20 лет тому назад, если у вас есть у кого-то джинсы, которым 20 лет, я вам гарантирую, что ваш телефон не залезет в этот, как это называется, не залезет в карманы этих джинсов. По одной большой причине, что не были они адаптированы, эти карманы, для этих джинсов. Поэтому то же самое и здесь. Очень важно смотреть, как люди, что они делают для того, чтобы адаптировать. У кого здесь есть маленькие дети, были маленькие дети или внуки? Если вы задумаетесь таким очень интересным вопросом, а если нет, то после этой лекции вы точно будете задумываться, почему коляска залазит в багажник? Вот серьезно, почему берет коляска, и вы можете ее потом положить, почему она помещается туда? Потому что, если вы посмотрите, как разрабатываются, предположим, японские машины, товарищи японцы сидят где-то там на заправках, но обычно они сидят в магазинах и смотрят, когда люди выходят вместе с детьми, с этими колясками, как они их упаковывают, тем самым, чтобы разработать наиболее лучшую модель машины. Следующая окружающая среда. Как люди себя ведут? Какие законы и правила вокруг нас? Есть такая вещь, которая называется алгоритм. Алгоритм. Вы знаете, алгоритм – это не только в социальных сетях, которые умеют следить за нами, и все мы говорим алгоритм, алгоритм, алгоритм. Если я сейчас, вот, кстати, выключу, мне прямо вот интересно вот такой вопрос, проведем, посмотрим, как вы сейчас будете делать такую вот штуку. Скажите, есть ли тут хоть один человек, который каждый день, выходя из дома, говорит, я сегодня пойду по новой дороге на работу или в школу, или там университет. Есть хоть один человек? Поднимите лайк. Ну вот это вот такая штучка. Сделайте реакцию. Есть такой человек, который ходит разными путями? Когда вы приходите в один и тот же ваш любимый магазин? Вот есть Сергеева и Екатерина. У нас всегда есть один человек. Всегда это правильно. Большинство людей не делают так. Даже если вы делаете, у вас нету больше, чем два или три хода до этого магазина. Тоже самый вопрос я могу вас спросить. Если вы сейчас приходите в свой любимый супер, когда вы приходите даже в свой любимый супер, друзья, я могу вам всегда сказать, 100% вы ходите всегда по одному и тому же маршруту. Сначала вы начинаете, я не знаю, с чего вы начинаете, с туалетной бумаги сегодня в Израиле, очень актуально. Потом идете к яйцам, смотрите, если они есть. Если их нет, то идут дальше к йогуртам и так далее. То есть люди совершают одни и те же действия. Почему я вам это рассказываю? Рассказываю вам к тому, что, друзья, вы должны понимать, что и процесс вот это вот то, что называется, понимание, что находится вокруг вас, он тоже очень важен. Интерпретация людьми вокруг того, что происходит, она важна. И у ваших людей есть алгоритм. То есть если вы знаете, что вам люди заходят в ваше здание всегда в одно и то же время и по одному и тому же направлению, так вы можете там повесить доску, которая будет там информировать. То есть окружающая среда, интеракция с вещами, также действия предметов и как люди потребляют. Вот это вот вопросы, которые вы должны уметь спрашивать себя в определении, вообще нужна ли кому-то эта проблема, то есть когда вы ее хотите решить. Окей, дальше. Вы можете столкнуться с такой вещью, которая называется положительное отклонение. Ужасное такое слово, положительное отклонение. Я вам сейчас даже покажу маленький ролик, что значит положительное отклонение. Положительное отклонение, я знаю, что здесь этот вам картинку уже показывал на прошлый раз лектор Элеонора Школьник, которая, когда я преподавал в Варельском университете, была моим, как это сказать, куратором, я не знаю, завкафедрой она была нашей. Положительное отклонение. Положительное отклонение, это вы видите, да, то есть проложили дорожку, где людям надо ходить. И проложили дорожку рядом, которую люди начинают ходить. Вот это вот положительное отклонение. Есть страны, есть страны, в которых будут рады закрыть эту дорожку и поставить, например, там такое табло и написать штраф там тысячу долларов. А есть страны, где скажут, окей, мы видим, что люди там ходят, топчут намного больше, чем они топчут по той дороге. Давайте поставим здесь, предположим, какие-нибудь информационные щиты или какие-нибудь рекламные, тем самым сможем заработать. То есть положительное отклонение, которое вы сможете увидеть, когда вы будете делать свою инициативу или продвигать свою инициативу, это хорошая вещь. Не забывайте об этом. Это вещь, которая может, наоборот, помочь вам решить те или иные нюансы. Я вам хочу показать насчет хорошего вот этого вот, извиняюсь, отклонения. Я хочу вам показать очень интересный ролик тоже. Что значит положительное отклонение? Окей, теперь включаем ролик. Вот он. Я надеюсь, что будет звук. Да, напишите. Вот так. Когда я впервые переехал в Кэмбоди, I lived in a rural village and it took a little bit of time before people got used to this sort of foreigner wandering around. Initially, I was here to search for remedy to a problem. Anemia, caused by a lack of iron in the blood. It causes dizziness and weakness. It breeds complacency and lethargy. Kids can't concentrate in school. It also causes premature births and problems during pregnancy for women. Друзья, я извиняюсь, что-то не то. Сейчас я заново включу, хорошо? Ой, 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 что-то интернет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот это пример того, что вы можете обнаружить, что ваши люди немножечко думают по-другому инициативы, которые вы хотите давать. И в этом не должно быть никакого у вас, скажем так, проблемы. Вы должны это понимать и просто понять, как вы это можете взять и продвинуть для своих нужд. Окей, давайте дальше. И вот мы прошли первую, как говорится, первую стадию. Первая стадия – это вдохновение. То есть вдохновение – вы делаете вообще оформление дизайнерской задачи, наблюдение, интерпретация, понятие этой проблемы. Вы приходите ко второй стадии. Вторая стадия суперважная – это называется рождение идеи. Здорово. Вот у нас есть проблема, а теперь давайте как эту проблему решать. Вот какие шаги решения этой проблемы можно? Поиск возможностей в свободном пространстве и мозговой штурм. Вот тут мы говорим про поиск и мозговой штурм. Следующий слайд, он, может быть, сейчас вам прямо скажете, ой, какой он забитый. Он, правда, очень забитый. Я попробую вам объяснить. Предположим, вы говорите, что у вас есть задача оригинального дизайна. У вас есть задача, да, как улучшить успеваемость учеников в школе. Вот вы знаете, у вас у многих здесь есть дети, вы сами были в школе, внуки. Вы приходите и говорите, как улучшить успеваемость учеников в школе. Вот у вас есть такая вот проблема, перед вами поставили задачу. И вы говорите, нет проблем, предположим, в Эгабе завтра, послезавтра, на следующей неделе подаете, скажем так, прошение на реализацию того или иного проекта для того, как улучшить успеваемость учеников, еврейских учеников в разных школах. Интерпретация, то есть, что об этом думаете вы или после того, когда вы спросили. Дети не учатся в школах, так как не видят, в чем цель учебы и как это повлияет на их будущее. Теперь у вас есть вызов плюс интерпретация. Это равняется возможность. Какие могут быть возможности для решения этой проблемы? Первое – это приводить постоянные примеры, как профессии учеба соприкасаются, учеба помогает добиться данной профессии. Второе – раннее изучение потребностей рынка и потребования профессии. И третье – это обучение меньше предметов, соответственно, которые больше будут подходить для людей. Предположим, я не знаю, насколько это развито в других странах. Я могу вам сказать, что в Израиле, например, детские садики и школы, нас, родители, я чувствую, что я иногда работаю в детском садике в школе больше, чем учителя, нас, например, заставляли приходить, не заставляли, нас просили очень аккуратно, чтобы мы приходили в школу и рассказывали свои профессии, готовили детей и тем самым помогали детям определиться, кем они хотят в будущем быть, чтобы они смотрели, какие профессии существуют. Еще один пример. То есть, если вам сейчас дают такой пример. Например, еще такой может быть пример. Сейчас я попробую отсюда опять выйти, чтобы вас видеть. Например, может быть такой пример. Я часто такое встречал в Израиле. Я работал в системе образования израильской муниципалитете, департамент образования. И когда приходили к директору школы и говорили, дорогой мой директор, тебе в твою школу не хотят приходить ученики учиться. Что говорил сразу директор? Да я знаю на это ответ, вообще нет проблемы. Габи, давай мне деньги. Я куплю сейчас 20-30 новых компьютеров, поставлю 20-30 новых компьютеров, сделаю шикарный ремонт в школе, все ученики ко мне придут. То же самое и здесь. То есть, вы можете понять, что вам сейчас, мы можете подать какую-то идею, а вообще эта идея не имеет никакого смысла. Потому что директор не делает правильный подход дизайнерский. Умный директор, который после того, когда ему объясняют, как делать дизайнерский подход, этому директору говорят, подожди, перед тем, как ты бежишь заказывать у Габи 20 новых компьютеров, плюс делать ремонт в своей шикарной школе, давай ты спросишь клиентов, своих клиентов, а что им мешает не приходить в эту школу? А кто его клиенты, если я так спрошу? Как вы думаете, кто клиенты в школе? Вот напишите мне, как вы думаете, кто у директора клиент? Это не провокационный вопрос, это просто вопрос. Напишите в чате, как вы думаете? Пишут мне родители, ученики, правильно, кто еще? Дети и родители, 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 кто еще? Родители, родители. Друзья, я хочу вам рассказать один секрет. Дизайнерский подход, он смотрит 360 градусов вокруг. У директора есть учителя, спасибо. Министерство образования, спасибо. Дети, спасибо. Бабушки, вы знаете, что бабушки, это самое главное продвижение обучения в семье. Бабушки, их надо спросить. То есть, если умный директор, он не бежит сейчас впереди паровоза и говорит, давайте закупаем новый компьютер, делаем ремонт шикарной. Нет, он говорит, давайте сначала поймем, в чем проблема. Давайте я пообщаюсь с учениками, пойму, чем им нравится моя школа, а чем им не нравится учиться. Давайте я поговорю с фокус-группой родителями и узнаю, товарищи и родители, чем вам нравится, а чем вам не нравится. А давайте я поговорю с учителями, а давайте я поговорю со всеми. И потом они делают новые предложения. Я могу вам сказать, например, в Израиле делали предложение. Вдруг, например, в Израиле есть некоторые школы в Юрсалиме, если вы поедете, они убрали первые классы, все стены. Все стены убрали, и ученики учатся в open space. И учительница ходит с такой доской, катает всех, вот такая у нее доска. И это почему? Потому что ученики хотели учиться в open space. Я представляю, что это очень тяжело. Я был в этом классе, это 200 человек находятся в open space. Ужас, но тишина, и все работают. Другая, например, пришел директор и узнал, что дети хотят учить математику, выходя на улицу. И он увидал, что у него около школы есть небольшой такой лес. В Израиле лес — это три дерева, около школы — это лес. И он может выходить в этот лес и с помощью шишек учить их, как обучать математике. То есть даже на это не надо было тратить деньги, а надо было сделать дизайнерский подход и понять, в чем проблема, и какие пути решения существуют. Вот это вот тем, что занимается второй этап дизайнерского подхода. Какие пути решения существуют? Окей, возвращаемся дальше. И мы доходим до очень важной темы, которая называется мозговой штурм. Теперь мозговой штурм — это очень важный этап любого развития, любой инициативы. Вы видали, когда развиваешь тележку, тебе надо делать мозговой штурм. Когда ты хочешь решить проблему анемии в Камбодже, ты делаешь мозговой штурм. Когда ты хочешь сделать какую-то инициативу в школе, ты делаешь мозговой штурм. Теперь мозговой штурм — это тоже очень важный этап, который проходит. Смотрите задание, очень простое. Возьмите сейчас, давайте возьмем каждые три минутки. Три минутки. Видали? Было дерево. Все представили в голове дерево. То есть кто хочет, посмотрите на улицу, есть дерево. Возьмите три минуты и у себя вот на листочке напишите, как можно больше идей сами с собой, что можно сделать с деревом. Окей? Самое важное мне сейчас это как можно больше идей, что можно сделать с деревом. Давайте возьмем три минуты. Габи, можешь помочь нам засечь три минутки. Чтоб ты просто не засыпала. Три минуты. Давайте. Три минуты. Как можно больше идей, что можно сделать с деревом. Обыкновенное дерево. Из дерева. С деревом на дереве. Нет, записывайте у себя на листочке. Отдыхайте вы его тени, я понял. LeMoodLabs FSU это переклинило. Нет, запишите у себя на листочке, что можно сделать с этой идеей. Отлично. Давайте напишите теперь количество, сколько у вас получилось, количество вот этих вот вариантов. Что можно сделать с деревом. Напишите в чате. Число, число. Не опишите сами идеи. Напишите там 5, 3, 2, 20, 50. У кого сколько получилось? 7, 2, 8, 8, 9, 6, 6, 6. Отлично. 12. Вау, отлично. Теперь то, что происходит дальше. Возьмите сейчас еще несколько минут. Еще несколько минут и напишите заново, что можно делать с деревом. Не продолжая этот список, опять продолжайте, что можно делать с деревом. Только заново. Хорошо? Еще раз 5 минут. Не возвращаясь на дни и те же варианты. То есть новые варианты. Мозговой штурм. Что можно делать из дерева, под деревом, на дереве, с деревом. Как вам удобно? Мозговой штурм. Отлично. Давайте пишите теперь, сколько у вас есть вариантов. Отлично. 5, 6, 9, 5. Смотрите. Во-первых, мне Габи пишет, что очень важно, чтобы я вам сказал. Ребята, у нас еще где-то минут 15. Через минут 15 мы закончим данную лекцию. Я надеюсь, что вы никуда не спешите. Поэтому, сори, что мы немножечко задерживаемся. Отлично. У вас 5, 5, 9, 6 минут. Отлично. Я вернусь к своей, как это называется, презентации и расскажу вам с помощью презентации. Теперь, как вы видите, мозговой штурм. Это очень важная вещь. То есть если бы у нас сейчас была возможность, мы должны были бы ее делать в группе, в группках, где вы сидите по 4-5 человек и ни в коем случае не один. И вы даете очень много идей. Я уверен, что самые креативные, интересные идеи у вас появились именно во втором раунде, когда мы делали второй раунд. И если мы будем смотреть, то количество идей, что можно делать с деревом, они только будут возрастать от раунда к раунду. То есть первый раунд, если у вас было 5, 6, второй раунд у вас будет еще больше, третий раунд еще больше, четвертый раунд еще больше. И у вас будет появляться как можно больше разных креативных идей. Мозговой штурм. У мозгового штурма есть правила, друзья. Очень важно. Будьте визуальными. Если у вас есть идея, рисуйте ее. Если вы помните фильм такой, Facebook, когда разрабатывался алгоритм, он вообще там на кусочке, как это называется, какой-то там бумажечки рисовал. Строите на других идеях. То есть если у вас идея, которую вы услышали от своего знакомого, стройте с идеей на идею. Не бойтесь, не думайте, что вы украдете какую-то идею. Количество, а не качество. То есть как можно больше давайте разных идей. То есть самое главное, когда вы делаете мозговой штурм, и вот вы хотите решить проблему успеваемости учеников в школу, вы хотите решить проблему анемии, вы хотите делать какую-то инициативу у себя в общине, кидайте как можно больше идей. Поддерживайте сумасшедшие идеи. Вот тут очень важно. Неординарная идея продвигает инновация. И проще спустить сумасшедшую идею на Землю, чем потом сумасшедшую идею и поднять вверх. Всегда обсуждайте одну идею по очереди. Дайте всем договориться и не осуждайте. Нет плохих идей. Поверьте, еще будет время осуждать. Те идеи, они делятся на три идеи. Вот есть космические идеи. Это сумасшедшие, смешные, нереальные. В них находится больше всего Илон Маск. Знаете, да? То есть дядя, который отправляет, который придумал Теслу, ПЛП и еще много разных интересных инноваций. Он делает космически сумасшедшие, классные идеи. Есть идеи голубого неба. Это уникальные, рискованные, свежие, прогрессивные. Есть земные идеи, понятные, безопасные, предсказуемые. Идеи голубого неба – это всегда очень интересная идея. Вот вы сейчас будете когда подавать свои инициативы на проект, смотрите на идеи голубого неба, которые немножечко уникальные, которые немножечко рискованные, которые свежие и прогрессивные. Потому что земные идеи, они всегда будут такими же, как были все остальными. и на них меньше к вам придут люди. И самое главное, мы приходим к последней важной модели. Это самый лучший процесс, это мы с ним как дизайнеров, и это самое важное, это реализация. Вот обычно на стадии реализации у вас уже никто не хочет ничего делать. Люди все очень любят вдохновлять, все любят рассказывать, ну как это надо делать как рождение идеи, а вот реализовывать там не находится много идей. Поэтому на реализации это всегда очень трудно внедрять тот или иной проект. Когда мы доходим до реализации, мы доходим до такой вещи, которая называется узкий стартап. Что это такое у меня? Узкий стартап. Я хочу вам показать ролик буквально минуточку. Вот он. Hi, I'm Dr. Орен Цукерман. I work and work at the BNC. Узкий стартап. The Lean Startup is an approach coined by Eric Ries or a version of the product that has just enough features to be released. Building only the minimum set of features is important in order to get the product in front of customers to get feedback. It may have some bugs, but the MVP is typically shown to early adopters who are more likely to look past these bugs. The company uses the MVP to get feedback in order to learn exactly what customers want. They take those learnings and decide whether to continue to build a product, whether to tweak the product, or to pivot, which is a change in direction to test a hypothesis about the product, strategy, or engine of growth. The company continues this cycle, which is called the Build, Measure, Learn, Feedback Loop. The Lean Startup approach shortens product development cycles and builds products that meet customer needs through validated learning, scientific experimentation, and iterative product releases. Okay, это называется узкий стартап. Узкий стартап, он говорит о том, что, друзья, если вы хотите делать какую-то свою инициативу, не вкладывайте в эту инициативу кучу денег, а понимаете, что надо что-то сделать, реализовать, понемножку посмотреть, сделать пилотный проект, то, что называется. Окей? И мы приходим к третьему. Это называется построение прототипа. Быстрый процесс по кругу. Клиент важнее продукты. Когда вы поняли, в чем нужда клиента, вы делаете минимум value product. Небольшой продукт, в который вы вкладываете немножечко денежек. То есть вы хотите сделать какую-то инициативу сейчас, реализация, как вы видите, делается не так, когда делается одно колесо, два колеса, и потом получается машина Lada, не хочу никого обидеть. Или когда вы делаете определенный скейтбор, потом вы делаете велосипед, и вы доходите до более совершенной машины. То есть когда вы делаете реализацию, не спешите сразу делать большие проекты. Есть много примеров, прототипов. Вот первый пример, который вы видите, это пилотный проект, один пробный урок из серии всего, что вы хотите сделать, предположим. Если вы хотите открыть какой-нибудь клуб для подростков, для молодых, для еврейского направления, так сделайте один пилотный проект, посмотрите, если это работает. Слева вы видите на картинке Стив Джоб, то, что он показывает. Это как выглядел iPad. Он сказал, будет 4 iPhone с клеенными бумажками. Вот так вот будет выглядеть первый iPad. Симуляция, опросы. Это все называется построение портотипов. Есть демо-сайты. Люди открывают просто какие-то демо-версии сайта и пишут там, скоро мы открываем клуб для новых еврейских лидеров или какую-то программу. Кидают просто в социальные сети и смотрят, сколько людей кликнут на эту страничку. И тем самым, сколько они кликают на страничку, они могут определить, нравится людям или нет. То же самое сегодня можно делать демо-приложение. И все это, кстати, бесплатно. Все эти инструменты, если когда-нибудь захотите, мы сделаем про это тоже занятие. Бесплатных инструментов, их куча. То есть называется Wix, называется Webly и еще много-много разных проектов. Следующая вещь, к которой мы подходим, жалко, к сожалению, мы не сможем это сделать с вами на самом деле, потому что мы не можем встретиться с вами в оффлайне. Это Marshmallow Challenge. То есть начинается такой вариант, который называется Marshmallow. Эту игру вы сможете сделать потом сами. Это имеется в виду построение и обкатка проекта. Я хочу вам показать Marshmallow, если у вас есть еще силы, на примере ролика. У вас есть еще силы? Габи махает, есть силы. Сейчас я вам показываю последний ролик, и после этого все, мы только поговорим два слова. То есть мы дошли до реализации. Вот если вы сейчас проиграли игру, которая называется Marshmallow Challenge, то вы потом бы смогли посмотреть этот ролик. Но так как вы не играли, вы просто посмотрите этот ролик. Габи, напиши мне в WhatsApp, если есть звук. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok called the Marshmallow Challenge. И идея будет очень simple. Teams of four have to build the tallest freestanding structure out of 20 sticks of spaghetti, 1 yard of tape, 1 yard of string, and a marshmallow. The marshmallow has to be on top. И, though it seems really simple, это очень трудно, because it forces people to collaborate very quickly. And so I thought this was an interesting idea, and I incorporated it into a design workshop, and it was a huge success. And since then, I've conducted about 70 design workshops across the world with students and designers and architects, even the CTOs of the Fortune 50. And there's something about this exercise that reveals very deep lessons about the nature of collaboration, and I'd like to share some of them with you. So, normally, most people begin by orienting themselves to the task. They talk about it. They figure out what it's going to look like. They jockey for power. Then they spend some time planning, organizing. They sketch it, and they lay out spaghetti. They spend the majority of their time assembling the sticks into ever-growing structures. And then, finally, just as they're running out of time, someone takes out the marshmallow, and then they gingerly put it on top, and they stand back, and ta-da! They admire their work. But what really happens most of the time is that the ta-da turns into an uh-oh because the weight of the marshmallow causes the entire structure to buckle and to collapse. So, there are a number of people who have a lot more uh-oh moments than others. And among the worst are recent graduates of business school. It's amazing. They lie, they cheat, they get distracted, and they produce really lame structures. And of course, there's teams that have a lot more ta-da structures. And among the best are recent graduates of kindergarten. And it's pretty amazing. As Peter tells us, not only do they produce the tallest structures, but the most interesting structures of them all. So, the question you want to ask is, how come? Why? What is it about them? And Peter likes to say that none of the kids spend any time trying to be CEO of Spaghetti Inc., right? They don't spend time jockeying for power. But there's another reason as well. And the reason is that business students are trained to find the single right plan, right? And then they execute on it. And then what happens is when they put the marshmallow on top, they run out of time, and what happens? It's a crisis. Sound familiar, right? Okay. What kindergartners do differently is that they start with the marshmallow and they build prototypes, successive prototypes, always keeping the marshmallow on top. So, they have multiple times to fix and build prototypes along the way. So, designers recognize this type of collaboration as the essence of the iterative process. And with each version, kids get instant feedback about what works and what doesn't work. So, the capacity to play in prototype is really essential. But let's look at how different teams perform. So, the average for most people is around 20 inches. Business school students, about half of that. Lawyers, a little better, but not much better than that. Kindergartens, better than most adults. Who does the very best? Architects and engineers, thankfully. And... 39 inches is the tallest structure I've seen. And why is it? Because they understand triangles and self-reinforcing geometrical patterns are the key to building self-reinforcing stable structures. So, CEOs, a little bit better than average, but here's where it gets interesting. If you put an executive admin on the team, they get significantly better. It's incredible. You know, you look around, you go, oh, that team's going to win. You can just tell beforehand. And why is that? Because they have special skills of facilitation. They manage the process. They understand the process. And any team who manages and pays a close attention to work will significantly improve the team's performance. Specialized skills and facilitation skills, the combination leads to strong success. If you have 10 teams that typically perform, you'll get maybe six or so that have standing structures. And I tried something interesting. I thought, let's up the ante once. So, I offered a $10,000 prize of software to the winning team. So, what do you think happened to these design students? What was the result? Here's what happened. Not one team had a standing structure. Not one had, if anyone had built, say, a one-inch structure, they would have taken the prize. So, isn't it interesting that high stakes have a strong impact? We did the exercise again with the same students. What do you think happened then? So, now they understand the value of prototyping. So, the same team went from being the very worst to being among the very best. They produced the tallest structures in the least amount of time. So, there's deep lessons for us about the nature of incentives and success. So, you might ask, why would anyone actually spend time running a marshmallow challenge? And the reason is I help create digital tools and processes to help teams build cars and video games and visual effects. And what the marshmallow challenge does is it helps them identify the hidden assumptions. Because, frankly, every project has its own marshmallow. Doesn't it? The challenge provides a shared experience, a common language, a common stance to build the right prototype. And so, this is the value of the experience of this so simple exercise. And those of you who are interested may want to go to marshmallowchallenge.com. It's a blog that you can look at how to build the marshmallows or step-by-step instructions on this. There are crazy examples from around the world of how people tweak and adjust the system. There's world records that are on this as well. And the fundamental lesson, I believe, is that design truly is a contact sport. It demands that we bring all of our senses to the task and that we apply the very best of our thinking, our feeling, and are doing to the challenge that we have at hand. And sometimes a little prototype of this experience is all that it takes to turn us from an oh-oh moment to a ta-da moment and that can make a big difference. Okay, друзья, мы возвращаемся. Как вы видите, тут было показано, очень важно, это третье прототип. Как делать правильно прототип. То есть еще раз, мы говорили про сегодня с вами, так чтобы завершить нашу сегодняшнюю встречу, мы сегодня с вами говорили про три стадии, которые очень важны. Первое, это определить вообще проблема, ли это проблема для ваших клиентов, для этой инициативы, о которой вы хотите говорить. Второе, это посмотреть, какие методы решения и направления бывают с помощью мозгового штурма. И третье, это не бояться сделать прототип и понимать, что скорее всего вы упадете и у вас это не получится, но не разочаровываться, а попробовать дальше еще раз вставать и продвигаться. Как вы видите, и марш молочельнич, если вы сами сейчас прочувствовали бы это, то вы поняли, что ничего такого плохого не случается, когда ваша башня падает. Это три вещи основные, которые я хотел сказать. Давайте вы сейчас включите микрофоны и скажите, как вам было, с чем вы сегодня выходите и буду рад, если есть потом вопросы какие-то, пожалуйста. Давайте сначала только сделаем, скажите, как вам было. скажите, кто хочет, просто начните. Кто хочет, просто начните. Алло? Да, давай, говорим. Это Руза Гомеля, мне это нравилось, спасибо большое. Большая просьба, а можно ли ссылочку на видео с рыбкой? Насколько я поняла, я его пропустила, меня выкинуло просто в презентации. Я вам сюда скину все сейчас ленты. Спасибо большое. Кривый Рог, огромное спасибо. Загрузили по полной в самом хорошем смысле слова. Огромное спасибо. И скину, работайте дома. Спасибо. Если у кого-то еще есть какие-то ответы? Знаете, как говорят, наша молодежь вообще не бомба. Вот я хочу сказать, что это бомба. И вот, слушая всю эту прекрасную лекцию, да, и у меня в голове снова, так словали такие моменты, когда мы работаем командой, коллективом, этот мозговой шторм, и вот я даже вижу, заметила, скажем так, сейчас могу понять, где были мои проблемки, но хочу вот сказать, такую вещь, когда кто-либо является инициатором какого-то интересной идеи, то иногда он просто уже не участвует в ее реализации. Здесь тоже очень важно. Есть инициаторы, и пока он доводит, скажем так, эту идею до реализации, то есть, ну, реализация ему становится уже неинтересна. Он уже это прожил, он уже знает, и он уже становится таким, скажем так, сторонним наблюдателем. Ну, огромное спасибо, но хочется продолжения. Спасибо, Галь. Если хотите, пишите, говорите, как вам удобно, без проблем. Если есть вопросы, вы можете спрашивать. еще есть вопрос. Алло, Алекс? Да, 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 Маша, говорим. Есть вопрос. Вы говорили по поводу каких-то инструментов, которыми можно будет попробовать поработать, для прототипа и прочее. Это где, где про них можно будет узнать? Но это надо вот у Габи попросить отдельно, или мы просто сделаем такое в Беларусь, сделаем для своих. это не проблема. Супер, это, мне кажется, будет очень интересно. Спасибо большое. Спасибо большое. И я хочу найти свою золотую ручку в одном из наших проектов, в котором мы пытаемся найти ответ. Второй год, как же нам решить вопрос. И плюс, если ему сразу захотелось самому строить башню. Башня, это здорово, стройки, серьезно, это классный проект. Да. Отлично. Если у вас есть вопросы, говорите. Если, Габи, ты хочешь, я расскажу про твой район, я не знаю, или как удобно, если хотите, или потом расскажем? Как скажешь? Как скажешь. Габи, тебя не слышно. О, слышно. Еще раз, давайте, если есть вопросы, то, что можно выключить либо по слайде, который он показывал, либо по идеям, которые он поднимал, по примеру, которые он... У Анны включен микрофон, ты извини меня, Анна, ты можешь выключить микрофон, у тебя было очень сильно... Вот, Габи, говори. Еще раз, да, сказать. Да, я приглашаю спрашивать вопросы, можно по какому-то отдельному слайду, который был, можно по какой-то идее, которая прозвучала, можно по примеру какому-нибудь, может быть, вы спрашиваете, может быть, Алекс, про какие-то успехи, про какие-то, может быть, наоборот, от обвалов, как бы, чтобы дать нам еще идеи. Но микрофон у вас. Алекс, спасибо за чудесную лекцию. У меня вопрос такой по поводу земных идей, голубого неба и космических. Как, ну вот, как понять, это космическое или это земное, потом не всегда, по каким критериям? Помните, в самом начале я вам показывал вот эти вот три круга, да, в которых должно работать при плоскостях. Есть ли жизнеспособность, есть ли технология, и есть ли вообще люди, которые будут, то есть, есть ли вообще кто-то, кто захочет это разрабатывать, да. Вот вы когда свою идею туда ставите, если вы чувствуете, это вот очень важно понимать, да, вот, когда, я вам сейчас дам пример, можно вот, даже на развитие социальной инициативы, мы вот полгода тому назад, когда появился вот в прошении от LEMUD Labs, мы начали думать про, я говорю это про Беларусь, где я нахожусь сейчас со своей семьей, мы начали думать, какие инициативы здесь могут быть интересные. И появились вот несколько ребят с Гилеля Лена, появилась Кристина с Эмуны, появились еще ребята, и вот было такое предложение, давайте откроем социальный бизнес-инкубатор здесь, социальный бизнес-инкубатор. И мы столкнулись с кучей людей, которые сказали, да нереально это открыть, нереально открыть в Минске, в Беларуси, это вообще не будет работать, вы не сможете. И вот тут мы почувствовали, что это как раз вот идея, которая находится немножечко над простой идеей, потому что если мы сказали, давайте просто, вот даю к примеру, откроем какой-нибудь еще один клуб, где будут встречаться, грубо говоря, подростки, но, например, может быть в каком-то регионе это классно, потому что там нет этого клуба, но вот здесь таких клубов очень много, и это не было в этом какой-то, скажем так, вызова, то есть не было челленджа, а здесь был реальный вызов, и ты понимаешь, что если немножечко трудно, и люди особенно вокруг, вот мне Габи сказала, скажи что-то такие, вот есть факапы, то есть если здесь какие-то трудности, вот именно, я могу вам сказать, что если вы слышите, чем больше людей вам говорят, что это сумасшедшая идея, то это здорово, то вы на правильном направлении, чем больше вам людей говорят, что у вас ничего не получится, то вы в хорошем направлении, вот серьезно вам говорю, я не какой-то тут это, да, там фокусник, или идеалист, или еще чего-либо, но я обычно всегда говорю, когда люди говорят, это невозможно, сто процентов может быть, но если они не проверили, если они не знают, если они не пробовали, то скорее всего это невозможно, это всегда меня наводит, я знаю, сможет долгий ответ, и всегда наводит на такой рассказ про трех лягушек, знаете, да, которые упали в яму, слышали такое, нет, три лягушки упали в яму, да, и вот две лягушки сидят, и сверху остальные лягушки собрались и кричат им, все, вы все там умрете, вы все умрете, эти две сидят несчастные, а вот эта одна третья берет и прыгает, и прыгает, и все время пытается с этой ямы выпрыгнуть, а эти кричат, что ты прыгаешь, что у тебя не получится, а она все прыгает, и эти две внизу сидят и говорят, не прыгай, у тебя ничего не получится, Хоп, эта лягушка взяла и выпрыгнула. Все ей подходят и говорят, лягушка, а что ты, как у тебя получилось? А она смотрит на них и ничего не понимает. Оказалось, эта лягушка была глухая. Вот. К чему я вам сейчас говорю, что если вы будете сидеть в яме и вам все время будут снизу и сверху говорить, у вас ничего не получится, то у вас, скорее всего, ничего не получится. Но если вы будете прыгать, 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 я не говорю, что надо на 100% закрывать уши и не слушать, что вам говорят. Иногда у вас получится. Спасибо. Будем ждать, да? Тишина. Все? Нет? Окей, все нормально. Все, Габи, рассказывай тогда, когда деньги будут выдавать. Я хотел задать вопрос у тебя третьей лягушкой. Давай я тебе вопрос задам. Давай. Смотри, если ты даешь пример свой проект «Твой район», да, то все-таки что вас убедило, что это, да, будет интересно? Потому что, да, люди записались, да, набор был и так далее. Я думаю, что то, что важно было до самого набора, это было сделано не мною, да, потому что я человек, который приехал из другой страны. Я не знаю местную публику, я не знаю местных людей достаточно еще на данный момент. И очень важно было сделать команду. То есть если вы хотите реализовать свой проект, то построите команду и попробуйте работать вокруг с разными другими организациями, с другими людьми. То, что помогло в твоем районе, я думаю, это вот если мы сейчас поднять этих людей, которые стоят организаторами этого проекта, это они конкретно пришли и сказали, в чем есть нужда. Вот что нужно здесь, да? То есть они сидели и сделали этот мозговой штурм. Я говорю про организаторов этого проекта. Это молодежное движение «Гелель», это «Эмуна», там, «Кристина», это еще много разных инициативных ребят, которые сидели, вот как увидали, да, тележку собирали. Они сидели вокруг и кидали идеи, говорили, как и в каком направлении нам лучше идти, в чем наша уникальность, что у нас не хватает, что может нам добавить ценность, что нужно нашим клиентам. Пошли к ребятам, пообщались с ребятами. Было проведено примерно пять-шесть таких митапов, таких вот сэшенов, когда ребята просто встречались и им показывали вот этот вот марш-малу-челлендж, им делали какие-то определенные мозговые штурмы на развитие разных инициатив, где проверяли и спрашивали, ребята, что вы хотите, вам вообще это нравится, вы будете готовы прийти на такой проект? И вот это тем самым то, что помогло в конце концов реализовать, сделать вот этот вот продукт, да, продукт, то есть это надо использовать эти языки, продукт, да, то есть в конце концов появился продукт, который называется «Твой район», то есть это инкубатор.